Не за горами массовая уборка листьев и подготовка огорода к зиме, а значит над частным сектором вновь поднимется дым костров. Для владельцев сельских домов, приусадебных и дачных участков это наиболее простой способ избавиться от мусора, но он же и самый опасный. Только за последние 10 дней по причине зажигания листьев и сухой травы пострадали двое взрослых и ребенок. Подробнее об этих происшествиях и коварном способе наведения порядка в нашем следующем материале. 20 августа в Брагинскую центральную районную больницу поступила женщина 79 лет. 30 процентов ее кожи пострадала от термических ожогов, которые она получила при сжигании мусора на своем подворье. 25 августа в то же медучреждение попадает 32-летняя жительница райцентра. Диагноз термический ожог лица от пламени. Причина идентична. На своем участке сжигала ссор. На следующий день госпитализировали с ожогом лица шестиклассника. Повреждения получены в результате неосторожного обращения с огнем при сжигании отходов. Ребенок бросил в огонь пластиковую бутылку с остатками бензина. Люди не всегда задумываются, каким последствиям могут привести их поступки. Когда пламя, подхваченное ветром, перебрасывается на близлежащие территории и постройки, то справиться с ним без помощи спасателей в таких ситуациях уже невозможно. За 7 месяцев этого года на территории Гомельской области произошло 26 пожаров в садовых товариществах. Поэтому сотрудники МЧС регулярно проводят рейды по дачным поселкам. В этот раз в центре внимания садовое товарищество «Скиток». Дело в том, что каждый человек, который имеет участок, естественно, он еще и другому подскажет. Некоторые, конечно, есть у нас соседи, которые вот в такую погоду могут разжечь костер, невзирая на то, что это день. Понимаете? И вот ветер, допустим, вот туда, нет, когда ветер сюда, мы должны вот это то ли прячься, то ли что. Ну, конечно, естественно, делом замечаний. Спасатели напоминали владельцам участков об опасности сжигания мусора и сухой травы, а также рассказали, как это делать правильно. Костер можно разводить только в безветренную погоду при обязательном наличии первичных средств, пожаротушения и на безопасном расстоянии. 10 метров от зданий, 20 от лесного массива, 30 от мест, где складируется сено или солома. В Гомельском районе участились случаи возгорания в садоводческих товариществ, в дачных кооперативах. Пожары связаны в первую очередь с неисправностью печного отопления, нарушением эксплуатации электросетей и электрооборудования, также неосторожное обращение с огнем. Сжигание мусора – это очень актуальная тема в нынешнее время, в связи с сложившими погодными условиями. Нередко выжигание сухой растительности приводит к возникновению пожаров, поэтому хотелось бы обратиться к гражданам, не выжигайте сухую растительность и в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101-112. Параллельно с профилактическими мероприятиями по выжиганию травы инспекторы решили проверить и состояние печного отопления. Оказалось, что владельцы домов поддерживают печки в надлежащем состоянии, однако мелкие нарушения были выявлены. Впереди отопительный сезон, поэтому в ходе рейда обследовалось печное отопление. Акцент был сделан на установку притопочных листов согласно норме правил пожарной безопасности, поэтому, уважаемые граждане, соблюдайте пожарную безопасность и домовладение. Ежегодно палы наносят огромный ущерб по всей республике. Даже пламя небольшого костра при порыве ветра моментально распространяется, захватывая огромные территории. За выжигание сухой растительности, либо неприятие мер по ликвидации палов, на земельных участках предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 40 базовых величин.